Сяки ему, чё он охренел такой? Да ты меня за... Вперёд! Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, я охренеть как рад. Баба в жёлтом вышла новая, лысый наш перец, которого мы постоянно с тобой гоняем, бьём об стену, бьём об пол, за морем, о кот. Вышло, короче, обновление на этого жёлтого ребёнка, вот, и сейчас мы в него с тобой поиграем. Почему? Я знаю, что он вышел давным-давно, я в курсе, просто я не успевал. Сейчас у меня работы очень много, но я в телеге об этом немножечко рассказал, поэтому как только у меня возможность появилась, так я сразу здесь. Ну ясно, опять электрика, короче говоря. Электрик опять лип сломал с кэбэка. Что с моим домом? У меня пришла такая тупая шутка. Какие-то пухлые люди фитнесом занимаются. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Андрюха, не шути. А где лысый? Эй, здорово. Фига ты. Где лысый? Взять кусок, всё. Со мной пойдёт сыр, всё в порядке. Так, я не понял, лысый куда-то пропал. Опа, ушки. На себя. Всё, теперь я миленький с ушками. Андрюха с ушками, такого ты видеть не хочешь. Так, ладно, кот, я несу к тебе сыр. Следуй за... Ты ёбудал. Пойдём. Нет, сыр. Ора. Я больше беспокоюсь о сыре, чем о своей жизни. Здорово, кот. Мурмур говорит. Ты чё? Вот с таким криком сделал, будто он с собой упакал. Ё. Это хоррор или когда это стало хоррором? Почему меня всё здесь пугает? Става. А я тебя убью. Наверное, не это нужно говорить, когда ты становишься няней нового ребёнка. Следующий... Со мной сыр. Ура. Ну что? Я должен прилепить коту сыр на лицо. Всё нормально. Он сбежал. Он боится силы сыра. Я пока не очень понимаю, что происходит. Любопытство. Иди за мной, дошевелись через портал и затаись. Чёрная кошка. Чёрные кошки не разговаривают, я это знаю. Со мной сыр останется? Я очень надеюсь, что со мной... Слушай, интересно. Нет, мы сыр собрали. Пушок. Как котов обычно называют? У меня кота Ромкой звали. Давай Ромкой тебя буду звать. Слушай, это какая-то новая прям локация. Где мой сыр? Лысый хер сидит там такой недовольный. А где нянька, говорит? А нянька здесь. 2 июня. 2 июня. Журнал 940. Живопись всё ещё остаётся. Лучшим способом путешествия между мирами. Видишь, такси вообще не уважают. Мне надо не попадаться на глаза малышу. Иначе мне грозит та же луча, что постигла остальных. Заставит ты за ним убирать дерьмо. Однако сложно не беспокоиться о том, что на пути назад возможен хвост. Лучше не думать об этом. Конечно же, но. Возможен хвост. Особенно если ты кот. Ладно, ну давай, лысый, мы увидим с тобой потом, надеюсь. Я тебе сыр обязательно на лоб прилеплю. А то выглядишь каким-то конченным. Так, взять книгу. Ну, пойдём с книгой. Я только начал играть, у меня уже слёзы потекли. Это хороший знак для меня лично. Я соскучился, если честно, по съёмочкам. Вот, работа работает. Конечно, интересно, но гнездо. Если я что-то знаю о гнёздах, то в них надо вставить. Так, ладно, пойдём искать. Кать, ты чё там затаился? Как всегда, знаешь, все коты вот так вот прячутся где-то, и непонятно, чё хотят от тебя. Сентябрь 821. Пешт. Не достаёт. После исчезновения ньюта растительность продолжает расти бесконтрольно. Сильно влияет на исследование. Разочарование нарастает. Чувство. Одиночество. Конец журнала. Держи болт. Я на тебя его положил. А, подожди, книги нужно сюда положить, да? Так, смотри. А он ставится куда надо? Нет, он ставится никуда. Вот сюда надо. Надо, короче, по циферкам идти. Значит, здесь нам нужна двойка. Здесь нам нужна тройка. Да хватит мне писать! Почему я как только начинаю... Вот никому я нигде не нужен. А как только начинаю снимать, начинается. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Что это такое? Возьмите банку масла. Ха, чтобы жопа не погасла. Кто помнит, на что эта отсылка, тот, конечно, совсем старый. Ты дед. Зачем ты существуешь? Я не знаю, почему я такой звук. Смотри, то есть, получается, здесь кто-то нарисовал эту картину. И после того, как он нарисовал эту картину, он решил, что, ну, хорошая идея будет попытаться головой в картину прыгнуть. И телепортироваться в другую вселенную. Потому что, ну, как бы, все художники, о которых я видел, могут до такого додуматься. У меня, по ощущениям, художники примерно таким занимаются. Головой об картины бьются, пока что-то красивое не получится. А зачем мне 4 тогда книга здесь? Тут же еще одна есть. Нафиг ты мне нужна? Подожди! Он в стену только что ушел, я это видел. Теперь меня шахтеры заделали! Работаем! 10 лет без продыху! Все нормально! Мне не нравится, что все трясется, но я уверен, что все будет нормально. Так. Нормально! Я инженер, я так умею. Пришел в дом. Уже расхренячил все, все разломал. Книги на место поставил. А где мой лысый? Я хочу лысого гонять. Я не хочу вот эту хоррорную скрипоту. Я хочу лысого гонять, об стену бить, играть с ним, ухаживать за ним сыр на лобке. Ей оптаю мать! Прилепить! Дурной черный хрен! Собака! То есть кот. Это что, в хоррор превратилось? Я все еще задаюсь вопросом. Привет. Да ну еб... Не настолько я толстый, чтобы подо мной пол ломался суши. Шумел! Не принесу тебе ветчины. Выглядит мертвым. Это я с утра. Так. А, я понял. Нам с тобой надо поговорить. Ага. Сломанная батарейка. Ты намекаешь на то, что мне батарейку ему надо принести? Почему мне кажется, что этот кот умнее меня? У него глаза умные. Бывает такое, знаешь? Ты иногда смотришь на животное, на какого-нибудь кота, и реально у тебя такой взгляд, точнее у него такой взгляд, будто он просто познал весь мир. У собак такое еще часто бывает. Смотришь на собаку, она такая умная. Обосраться можно. На. Тебе не повезло. Как слова тебе? Ну блин, он даже звуки не издает, ему даже не больно. Значит, это неинтересно. Я люблю, когда кому-то больно. Ой. Чего еще глаза такие... Не, ладно, он милый, он милый. Я тебя сожгу. Не могу. Мы можем взорваться? Я не хочу здесь жить! Нет, игра не дает нам помереть. Возьмите робота наверх для ремонта. Слушай, у нас тут прям РПГ какая-то пошла. Пешт. Подключаемся. Пешт. Что такое пешт? Ты пешт? Серьезно? Е-е-е. Оп-оп. Давай. Е. А-а-а, прости, я специально. Е-е-е. У него очень прикольные звуки. Слушай, а он, может быть, тоже на... Мне дали чай, короче, с двумя черными хренями. Я думаю, ммм, а почему так неудобно пьется? Ну, это реально кот. Это реально кот, я тебе говорю. Тоже постоянно отхаркивает что-то на тебя. Постоянно пытается помяукать на тебя, помуруйкать. Расчарование дорастает. Чувство. Одиночество. В смысле? Так я с тобой... Конец журнала. Разочарование нарастает. Это примерно отношение моих родителей ко мне. Найдите чернила для Ньюта. А, ему не хватает чернила, чтобы на меня полностью выплевать надпись. Похоже на чернила, если не присматриваться. Ньют этого не хочет. Слушай, какой ты еще избирательный. Какой милый. So fucking cute. Мы с тобой давно этого не говорили. Вообще мне нравится. Просто это не то, чего я ожидал. Утенка. Будешь утенка? Не хочет. Для ты какой притязательный. Где чернила? Это картридж. Похоже на чернила. Ты еб твою мать! Если бы я увидел там сейчас лысого, я бы не удивился. Что-то все ломается. Какое-то все на соплях, на коплях. Что-то... Сердечко нравится. Я тебя тоже не люблю. Оп. Ноги тебе починить. А, у тебя ног нет. Найс! Спасибо. Здорово, ребят. Запись. Журнал 285. 22 января. Мои куклы подтвердили, что апартаменты 10, новая желтая точка. Малыши и его няньки не догадываются моих 10... А-а-а. Сделать куклы похожими на меня это эгоизм? Возможно. Но тебе ли судить? Это ты? Куклы похожи на тебя? Ну, красавчик, чё. Детям сюда нельзя. Так, хорошо. Я думаю, вот такой вот знак нужно в каждом кафе и самолете поставить. Я недавно летел в другую страну, там просто жопа. Я чувствовал себя, как будто я в каком-то детском садике. Вокруг меня тысяча детей и все. Просто, знаешь, взлетает самолет и начинается. Все так хором. А-а-а-а. Просто экзистенциальное страдание. Какое эпичное появление пружины. Чё за пружины? Зачем она мне? Почему голоса в голове у меня поют? А-а-а. Вау. Какой эпичный предмет, я тебе скажу. Ну, готовься. Сейчас с тебя войдет снаряд. Надеюсь, тебе понравится. Где лысый? Почему я не могу гонять лысого? Почему? Почему мне нельзя этого делать на людях? Это ведь неправильно. Хочу и делаю. Эй, пойдем со мной, врач. Посмотрим на те отстойные вещи, которые ты еще сделал в этой жизни. То есть, в то время, как мы с тобой ухаживали за ребенком, рядом с нами был врач. Который пытался разобраться с тем, что делает малышом. Ты чё там хихикаешь? На, держи врача. И малой это демон. Сутуна. Мы это с тобой узнали еще в прошлой серии. Сутуна. А, лифт. Здорово. Привет. Помогите Ньюту отремонтирую. Ты сам вообще что-нибудь можешь? Говорит, ключ мне нужен. Сейчас дам тебе ключ. Я его тут видел. Ты вообще сам что-нибудь можешь вообще в этой жизни? На. Опа. Фиксик. Поехал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, другая песня, я не помню. Так вот. Он обнаружил, что сутуна живет там. Мы ухаживаем за сутуной. И поэтому, поэтому он устраивал какие-то там обряды. Я так понял. И сделал много кукол. Кукла причем с ним разговаривает. Ты какой пиксельный. Слушай, тебя прям вырезали и вставили сюда. И поэтому, поэтому, поэтому. Я не знаю, враг он нам или нет. Это вопрос, конечно. Да что за хоррор? Хватит меня пугать. Нет, мне нравится, конечно, но... Пивка для рывка. Пёрни еще. Вот будет смешно, а. Вот это классика комедии. А, ты просто хотел выпить. Нормально. Просто секанул перед работой. Не, ну правильно. Короче. Прям как мой батя просто. Сёкнул. Ну и можно что-то ремонтировать. Да не. Не как мой батя. Он бы отложил эту работу еще на пару месяцев. На молотком, побалди. Оп. Держи. Даже фрисвисты это. Мне не нравится, что ко мне лысый... Нет, мне нравится, что лысый ко мне приближается. Знаешь, компания лысого мне больше нравится, чем твоя, Ньют. Шучу я, что. Ага. Замечательно. А куда кот делся? Используйте лифт. Дай угадаю. Сейчас лысый появится здесь, да? Привет. Пока. О, 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 о. Этот дурачок даже ходить не умеет. В саду таинственном, где чужаков не ждут. Убежище в каркозе. Мудрости редут. Ньют. Он разговаривать не умеет. Он мне рисунками, как это сказал. Ладно, прикольно. О, вот он. Слушай, хорошо нарисован. А вот он, доктор наш. Тот самый, который с газетами. Ты что делаешь? Привет. Так, сейчас я за тобой пойду, подожди. Мать моя, женщина. Ага. То есть, если здесь есть предмет, тогда можно. А так нельзя. Там рай какой-то. Так, ладно, я туда что-нибудь потом поставлю. Это этот искусственный интеллект рисовал? Взгляд из пропасти. Амброс Армитраж. Дитя из Адора Вай... И ты. Искатели Желочного Двора. Вот это вы, конечно, его обозвали. Бухта Барахты. Найс. Так, ладно. А что ты хочешь? А, я понял. Ты хочешь со мной пойти, да? Ага. Добрый вечер. Вообще. Геймплей пошел, прикинь. Гиросфера. Миньот. Иди-ка сюда. Блин, прикольно. То есть, у нас, короче, есть свой раб. Он делает все за нас. О нет, это загадка с цветами. Только не говорите, пожалуйста, что это загадка с цветами. А, надо ему дать пососать. Понял. Ладно, давай тогда. Классная шутка, Андрюха. Молодец. Шутки просто вау. Не, ну а правда, он же, типа, этот ребенок, они же соску сосут. Ну, это как бы глупо, но да, это так. Итак, гиросфера и дверь мира над комнатой алхимии остаются последним оплотом между нашей реальностью и реальностью того, о ком нельзя говорить. Если я сойду с ума и забуду о своих обязательствах, эта обязанность мне поможет. Никогда не открывай дверь. И не допускай, чтобы гиросфера, правда, прекращала вращаться. Если кольца когда-нибудь пошатнутся, он тебя найдет. Так я этого и хочу. Конец журнала. Так, вот эти вот кольца. Нужно, чтобы они всегда крутились. Если перестанут, то малой нас найдет. Куда это мне впихивать не подскажешь? Смотри, короче, красный плюс синий равно магнит. То есть сейчас мы, походу, сделаем магнит. Но наша задача дать ребенку еду. Варите отвар. О, нормально. Нужна бутылка. Тут-то мог бы... Но, видимо, я делаю все правильно, потому что все идет по пизде. Я только хотел обрадоваться тому, что малой здесь. Здорово. Поешь? На. Что происходит? А, к нему все магнитит, все теперь. Мне нужно дать тебе бутылку, я так понимаю. Так и надо. Он ключ родил. Отчего этот ключ? Нужен подходящий ключ. А-а-а. Понял. Освободите шесть душ. Ну-ка. Пойдем-ка со мной, лысик. Ван Пунчман, поехали. Ты знаешь, как это работает, да? Готовится. О. Наши с тобой любимые дела. Куда понес? А ну верни. Стой. Куда? Короче, пытается куда-нибудь его впихнуть. А, я понял. Сюда можно, наверное, малыша засунуть. Откройте дверь библиотеки. Что такое библиотека? А-а-а. А-а-а. Получите ключ. Тебя надо напоить. Ща мы ему, короче, на раз, на два. Щас мы споить ребенка. Второй шаг. Бросать ребенка. В принципе, план готов. Когда ребенку плохо, то мне прекрасно. На, пей. Ребенок начал все притягивать. Поворачиваем клапан. Кидаем тебя сюда. Полетел астронавт. Астронавт испорченные штаны. Теперь летит сюда. И притягивает ключ. Красавчик. Ну, хоть в чем-то ты полезен, лысый болт. Так, теперь мы получили ключ. А, сюда. Окей. Пока, если честно, я не понимаю, куда идет наш сюжет. Пойдем со мной. Ну-ка давай, проверь, насколько жарко. Видимо, очень. Да, привет. Я прям искренне не понимаю, чего мы пытаемся допиться. Я вижу кота, я иду к коту. Понимаешь, я... Я просто вечный охотник за киской. У меня одна шутка лучше другое, блин, сегодня. Пойдем со мной. Пошел ты. Извини меня, что? Треугольник перечеркнутый. Вот тут сиди. На виду. А, да ты, что? А, там пароль. Так, что ты мне пушистый не сказал? Что такое? Он согревается. Блин, Ют, ты такой милаш. Я тебе сейчас дам, мял. Еды все равно не получишь. Что сейчас произошло? Что? Ты шо, лысый, ты его вырубил, что ли? Вот он. Так, я понял. То есть, моя задача в этой жизни это расшифровывать, что там какой-то больной коллега нарисовал своей правой-левой рукой. Ты улыбается, довольный такой хрен. Ют, ты что, с тобой нормально все? Всяки ему. Всяки ему. Че он охренел такой? Да ты меня заебел! Оп. Расшифратор 31 снова в деле. Так. Лупый. В журнал 895. Кошка. Она довольно любопытное создание. Я попросту не знаю, есть ли у нее особые причины или она спец. Она кажется умной и сразу предупреждает меня об опасности, когда ей это надо. Я всегда рад видеть ее лицо, морду, когда внезапно продолжу пробуждаюсь ото сна. Очень надеюсь, что она останется со мной. Ясно. Стал Фури. Влюбился в кошку. Амброс Армитраж. В пропасть и вплавь. Опустошена психической бурей. Падение с лестницы. А, это типа все померли. Пойдем. Ёб-тою лень. СВОЛОЧЬ ЛЫСАЯ. Скотина, у тебя и так зубов нет. Я тебя их добью. Я тебе сейчас их книгой выбью. Сфоткаем его? Ты че радуешься? Тебе радоваться нельзя. Ты некрасивый и отвратительный. Андрей всегда поддерживает вашу самооценку. Тебе радоваться недолго осталось. Я тебя сфоткаю твою вонючую рожу. Вот будет тебе тогда грустно. Проявите пленку. И что же у нас на пленке? Ясно. 3D иллюзия. Вставьте пленку в проектор. А, ну интересно, да? Малой подставляется попцом. И что? То, как я фоткаю, то в реальности оказывается, да? И теперь у нас с тобой время это. А если я фоткаю это время, то у нас отправляется наше пространство в прошлое, я так понимаю. То есть это настоящее. Все плохо. А вот это прошлое. Тогда еще все не так плохо. Я не понимаю, в чем позиция все же малого по отношению ко мне. Он злой, он хороший, он плохой. Не, ну он явно плохой. Он же маленькая сатуна. Так. У нас с тобой есть книга. Музыка. Сломан. Это сломано сейчас, а раньше еще не было сломано. А-а-а. То есть нам нужно с тобой с рычагом. Слушай, прикольно. Вот это интересно. Все. Не будет никакой музыки. Пой у меня. Кидает книги, чувствует себя прекрасно. Музыку слушает. Хрен тебе не радость в этой жизни. Надо быть не счастливым. Пора расти. Подниматель мотивации 31. Все, смотри, у него нет музыки. Ну шо, лысый. Грустно, да, без музыки? А че ты такой радостный? Мне не нравится твой оптимизм. Теперь я могу при помощи фотографии сделать цветок. А музыки у него все еще не будет. Когда ты не счастлив. Счастлив я. Ньот. Ну-ка давай. Разрули вот этот вот наш конфликт. Правильно, правильно, правильно. В щи ему перцовочкой заливай. Пельмени от Андрюхи. Че там у нас? Желтый. Плюс красный. Равно что? Равно тяжесть. Сейчас мы тебя траванем. Я после укуса пчевы. Бам. И дверь открыта. Исследуйте цветок реагент. Я вижу уже, что я с ним буду дел... Лать. Нет, я не могу. Я хотел его в пушку запихнуть. Ну-ка давай. Сюда. Фука! Остановите малыша. Босс-файт, поехали. Стой. Да я понял, что ты злой. Занимайся делом. Давай. А, я не могу тебе не сделать ничего. Злой такой. Малыш, пошел вон. Так, понял. Вон, вон, свинья в князи копается. Так. Стой, ёп! Не иди сюда. Оп. Давай, сюда. Не утрадуйся. Вперед. Вот оно. Идеальное воспитание детей. Отец 31. А малой, я думаю, вернется. Блин, вот эта черная дыра меня напрягает. Ну, я тебе говорю, он уже будет ждать меня там. А он пытается цветочки поливать. Ему просто нравится поливать цветочки. Не могу, видишь. Я нажимаю любую... Обиделся, что ли? Ну, ну чего? Ну, с кем не бывает. Ясно. Ну, давай не будем держать друг на друга зла. Ньют! Ему газовым полончиком в щи! Давай! Ага. Понял. Ну, сегодня синоптики предсказывают. Пиздец. Ну, и кто победил там? Ньют, я надеюсь, что ты. Я верю в тебя. Где Ньют? Куда они делись? Красава, Ньют. У тебя горошек. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! So fucking cute! А ты мой дива. Вот это вот синее, плюс какое-то... ...равно что-то. А, то есть я, поебучается, должен экспериментировать на ребенке и смотреть, что с ним произойдет. Вот это мне нравится. А! Ньют. на фристайл так а меня-то чё длючит скукоживание стой 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 а понял он раскукоживается когда на ребенка что у него с головой было ты видел ага знак сутуны нет я не уверен что я хочу сделать что-то хорошее я поджег ребенка ну что ж я опять все испортил у меня малыш горит и поджигаем растение серьезно вот это круто слушай хорошо молодец хоть что-то полезное в этой жизни опять сделал что-то говорит огонь сюда да я уже понял ты как немножечко опоздал грибы хочешь вот это ты фонарик во отлично домой вернулись к вас но все готовься подгузники сейчас будем менять это был самый долгий так я не понял ты чё меня бьешь на привьюрчику фоткается да хватит меня избивать сейчас я в тебя впихну этот предмет впихаю предмет это моя работа на вырубил ребенка мне кажется родители будут не очень довольны тому что произошло здесь пока меня тут было стабилизировать он же говорил что это должно всегда крутиться поэтому мне наверное надо все оценить днепр мира а это дверь мира так сказано же было что она должна быть закрыта неправильно так то есть мне надо наверное в какой-то последовательности все это сделать это вот так вот так и вот так то есть мы с тобою чуть не разрушили мир потом починили мир малой видимо увидел шары решил быть баски я думаю что я этому миру только мешаю получите сердечник зачем я остановил кольца кстати говоря там же написано кольца должны крутиться кольца должны крутиться а я кольца остановить я злодей футбольчик отлично замечаю куда бегите зачем за что а за что ясно малой пушку потерял вряд ли это его остановит а реально это можно да какой же ты злой если тебя останавливает блин фотография ой дверь подбери дверь его дверь останавливает слабый получите усилитель фига он там долбится так отлично отсюда сбегаем ну какое-то зло не злое реально его остановила дверь чмошник он а не зло так да я и не хотел у меня тут вот этот шар меня интересует черная дыра на месте класс небезопасно ищите недостающие фрагменты в саду а мне наверное нужно собрать полностью защиту эту да я не очень понимаю ну типа чего я пытаюсь добиться зачем я все сломал чтобы потом пытаться все починить какой от этого смысл теперь я собираю диско шар мы хотим тусовку с ним устроить я понимаю конечно но я просто не понимаю но более круто но будет а таки надо отдать ньюту спук ночи носбук днёт держи ты отлично следуете за неё там все прибежали побежали 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 alle понял сюда 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 считай сюда ты меня так легко не победишь на два двери закрыть Бегу! Вот это я, конечно... Акробат. Устал. Ньют бесил. Он очень красивый. Я сломал. Я починил. Вернул обратно. Так как было. За мной бегает огромный глист. Это всё, чего я добился в этой жизни. Ньют, держи дверь! Так я пошёл туда-сюда. Держи, держи, держи дверь, Ньют! Слишком большой. Это то, что сказала она. Так, подожди. Не открывать, не открывать. Стой, 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 стой. Оп. Ньют очка одна. Главное, чтобы ты не помер. Я больше всего беспокоюсь за Ньюта. Вообще жесткий случай. Дверь удерживает такой маленький. Надо было прокачать. Во всяком виде. О, НЕТ! Ну ладно, глист по крайней мере будет побеждён. Да? Да. Глист побеждён. Я разрушил мир? Нееет! У него даже фотография разбитого сердца. Ньют пропал. Не, ну ладно, он... Он не двигается. Я хотел сказать, что он и так был разломан, но... Не открывать. Нееет! Да ну нафиг! Вы не можете так поступить! Это хороший знак? Я не уверен. Ну я подожду здесь. Любопытство. Там написано. Постой, Ньют! Я тебя сейчас оживлю! Я тебя сделаю богом! Нет, подожди, я кидать его не буду, Ньют. Я больше всего Ньют здесь обожаю. Я могу в тебя это впихнуть? Нет. А, я могу сюда сердечник запихнуть. Потому что он не слишком большой теперь. Понял? Так сказано же, чтобы эту дверь мы не открывали ни в каком случае. Но с другой стороны, мы теперь мелкого прогнали. Так что... Может быть, теперь всё будет хорошо? Ну блин, а как мы без Ньюта? Знак вот этого демона опять. Жёлтого короля. Закройте дверь плотно. Я тебя только прогнал! Что?! Чего?! Ну всё! Живычный Квальц. Кто вы теперь? Доктор! Почему вы привели его сюда? Я тоже задаюсь этим вопросом. Что вы наделали?! Я просто хотел починить Ньюта. Ну ладно, концовка клёвая. Мне понравилось. Опять же, не совсем то, что я ожидал. Потому что я ожидал более, так это... Более хихишки, как обычно. Но... Довольно интересно получилось. Довольно интересно было в это поиграть. Клёво, как они пошли. Ну, кинематографично выглядит. В общем, мне зашло. Я надеюсь, тебе тоже. Напиши в комментариях, что думаешь. А пока что, на этом всё, родной. До скорого! Удачи!